Около 30% российских аптек продают лекарства со штрих-кодами. Маркировка фармсредства введена в стране с 1 июля. Для того, чтобы на прилавки попали только произведенные по нормам и стандартам лекарственные препараты. На каждом из них должен быть штрих-код, благодаря которому можно проследить, где оно произведено, какую цепочку прошло через систему поставщиков. Это позволит исключить поступление на рынок нелегальных и фальсифицированных фармпрепаратов. Производитель произвёл упаковку и нанёс свой определённый код на каждую. Это как имя, фамилия и отчество. И никто больше на неё ничего уже не может нанести. Это паспорт для одной только упаковки. После того, как лекарство попало в руки к фармацевтам, сотрудники аптеки обязательно должны отсканировать чип на упаковке. Это необходимо для того, чтобы поставщик знал, в каком городе или стране находится препарат. Если лекарство не попадёт в систему, то купить его в аптеках будет нельзя. Если раньше у нас были штрихи обычные, которые мы там, ну, цена у нас стоит, там ещё что-то, мы штрихуем, пробиваем чек. Сейчас только через код, который указан на упаковке. В ином случае продажи вообще не состоится. Немаркированные лекарства, произведённые до 1 июля 2020 года, могут продаваться до истечения срока годности. Сейчас у производителей их скопилось много. Без маркировки могут продаваться также препараты, выпущенные до 1 октября 2020 года, на которые получено разрешение межведомственной комиссии. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.